Всем привет, ребята! Я сейчас собралась и мы едем на ярмарку. Вот так вот я накрасилась, сделала такой в коричневых оттеночках макияж, заплела косичку свою вот такую вот и одела черное платье, свои чесерные босоножки, сумочка-клач и иду, меня должна там ждать подружка, и мы вместе с ней идем на ярмарку. Так что я вам тоже там поснимаю. Итак, мы сейчас пришли на ярмарку Хиллоу, и вы смотрите, сколько тайской, всякой корейской косметики. Здесь прям целыми упаковками все лежит. Ну что ж, я уже вернулась с ярмарки, а точнее мы просто ходили и гуляли, потому что на ярмарке особо-таки ничего не купили, там ничего хорошего не продавалось. Все как будто, знаете, китайский шарпатреп, вещи ужасного качества, косметика какая-то непонятная, тоже дешевая, лаки, в прошлом году я лаки покупала, но они были, ну как бы, ужасно воняли, сильно как будто краска, знаете, такая сильная. Вот, в общем, ничего мы на ярмарке не купили, походили там прогулялись, купили шейк, зашли во фруктовые отделы, там был ряд, два ряда с едой продавался, там жареных тараканов продавали, как всегда шашлычки разные какие-то, в общем, шашлыки жареные, в общем, все у них такое, знаете, жареное, сильно вонючее, вонючее, ну, они специи эти вонючие добавляют, в общем, все во фритюре, такое жирное, жареное и не очень приятно пахнущее. Вот, мы с подружкой нашли там, где фрукты продавались и шейки, где делают, в общем, заказали фруктовый шейк, в итоге нам шейк очень сильно разбавили водой, и такого ужасного шейка я еще в жизни не пила, серьезно, впервые у меня был такой водянистый, как будто водичку там с кусочком манго сделали. Вот, в общем, мы ушли с ярмарки, ой, сейчас камеру возьму в другую руку, а то она очень тяжелая, мне, кстати, ветер в глаза надул, и немного глаза покраснели, потому что на улице сегодня какой-то такой ветер непонятный, прохладный. Вот, в итоге мы ушли с ярмарки, по дороге обратно мы шли, и по дороге там были магазинчики Family Mart и 7-Eleven. Вот, так мы зашли в Family Mart, 7-Eleven, и прикупили себе кое-какие вкусняшки, там сладенькую водичку и кое-что из косметики. Так что давайте я вам, наверное, сейчас покажу, что же я купила. Итак, сейчас я вам по очереди покажу, что же я купила. Я купила вот такой вот сушеный тамарин. Тамарин это такой фрукт тропический, выглядит он вот такой вот длинненький, коричневого цвета. Это он упакованный сушеный, и также с перцем и с сахаром он здесь. Я вот его попробовала, но он очень такой перченый, сладкий, и совсем чуть-чуть попробовала, и все, отложила до следующего раза. Дальше я, наконец-таки, попробовала желейки. Я вообще последний раз желейки вот эти вот покупала года три назад. Последний раз червячков кушала. В этот раз подруга у меня взяла вот такие вот хариба с кока-колой. Я тоже их никогда не пробовала, и решила попробовать. И также с мишками. Мишек я уже по дороге скушала, так что вам показать не могу. Но вот остались еще харибу. Ой, с кока-колой хариба. Кстати, это одни из самых популярных желеек. Они здесь написано, что... Не на этой упаковке, а на мишках было написано, что 1922 года они, скажем так, появились. В общем, по национальным, каким-то традиционным их делают рецептам. В общем, это одни из самых популярных фирм, хариба. Она по всему миру есть, и их делают. Это одни из лучших желеек. Вот, в общем, вот эти с кока-колой мне понравились. Прям такой настоящий вкус детства. Вот я в детстве их 100% кушала. Что-то похожее, может, не именно харибу. Но вот точно я их уже ела. Потому что я когда сегодня попробовала, у меня просто воспоминания детства. И также взяла вот такие вот еще желейки фруктовые. Они... Каждая желейка с разным вкусом фруктовым под фрукт. В общем, очень прикольно. Тоже такие вот маленькие желейки. В общем, вот такие вот у меня были вкусняшки. Также обязательно мы взяли еще салфетки влажные, антибактериальные для рук. Потому что мы ходили по рынку, там все трогали, смотрели. Руки были грязные, обязательно нужно было, чтобы кушать желейки и сухофрукты, нужно было обязательно вытереть чем-то руки. Я купила еще салфетки обязательно. Теперь в сумке буду их всегда с собой носить. И также взяла нашу любимую тайскую водичку. Сейчас вам покажу. Так, это уже выпили. И вот это вот тоже выпили. Ага, еще Ваня я одну только что отдала с яблоком. В общем, это такая алоэ вера водичка с разными вкусами. Если вы видите, там внутри плавают кусочки алоэ вера. В общем, вот такая вот сладенькая, вкусненькая водичка с кусочками алоэ вера. И это со вкусом винограда. Это тоже с алоэ вера внутри, с кусочками. И это личи. Алоэ вера с личи. Мне, кстати, вот больше всего нравится... Хотя они мне все нравятся. Мне нравятся и с виноградом, и с личи. И также я вот сегодня впервые попробовала такую бьюти-дринк. Никогда такую не покупала. А вот сегодня решила попробовать. И она не сильно сладкая была. И здесь написано, что витамины всякие. И еще там какой-то коллаген или что внутри. Коллоскин. Коллаген, да, добавлен. В общем, она не сильно сладкая и без алоэ вера. Без кусочек желейных была. В общем, эта водичка самая легенькая такая. И очень приятная на вкус. Так что, короче, она сегодня была моим фаворитом. И также вот такую вот еще пила. Алоэ вера с личи. Вот. В общем, вот такая вот. У меня это надо выпросить. Вот. И также, сейчас вам по очереди все покажу. Зашли еще на рыночек. И я купила свой один из любимых фруктов. Это ланган. Я вам его уже показывала. Он похож на виноград. Такой водянистый. И вкус у него очень похож на виноград, скрещенный с дыней. Вот. Он даже пахнет немножко как дыня. В общем, он мне очень нравится. Он такой, знаете, легенький. Такой водянистый. И, в общем, его надо чистить и кушать. Также взяла жидкое мыло в пакетике. Перелью его в бутылек. Потому что у меня есть бутылек. И чтобы не переплачивать за бутылек, я покупаю мыло всегда дальше в жидких пакетах. Так на 10-20 бат дешевле всегда. И также хочу вам показать свои бьюти покупочки. Это мне порекомендовала наша соседка сверху. Мы познакомились здесь с ребятами. И вот Анечка. Спасибо огромное за совет. Я для себя открыла вот такую вот... Это китайская косметика. Да, это китайская. По рецептам японским, там, кажется, было написано. Китайская косметика. В общем, вот такую вот пенку для умывания. Ель, пенка или что это? Софтинг. В общем, умывалочку вот такую вот для лица. Мне как раз нужна была, необходима. И вот такой увлажняющий лосьон. Буду его пробовать. Анечка его очень нахваливала. Сказала, что ей прям напитал кожу. Очень понравился. И я также решила попробовать. И прикупила уход для лица от этой фирмы. Не знаю, как правильно фирма называется. NBeauty Beauty. В общем, я не знаю, как оно на китайском читается. Поэтому не буду коверкать слова и придумывать. В общем, вот такие вот косметические уходовые у меня новые средства. Потом попробую и подробнее вам расскажу. В общем, так что такие вот у меня были покупочки небольшие, прогулочные, скажем так. Итак, мы сейчас приехали на теннисное поле. Это на большой теннис. И сейчас будем с ребятами играть. Я вам немножко поснимаю. Ага. Давай мне на голову подавай. Я отобью. Я пошутила. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»